Домашние животные Если можно, назовите их имена Это у нас Идария, это Дара, дальше Ивентус и Тайный лес, сокращенно просто лес Расскажите поподробнее о своей ассоциации, как в России, так и в нашем городе, то есть как вы развивались, есть ли у вас история, то есть как вы именно начали этим заниматься Ассоциация, вообще племенной центр города Фреток появилась порядка уже 13 лет, существует в России в принципе У нас основной центр это Москва, в Перми племенной центр образовался в 2009 году, представительство у нас открылось Ну, в принципе, щенки здесь уже были из племенного центра города Фреток Просто заниматься именно племенным разведением начали с 2009 года в Перми Вообще, свое, то, как я начала, кажется, долго рассказывать, но в принципе первое мое животное было куплено на рынке Обычное рыночное животное, просто куплено, в которое влюбились всей семьей, влюбили искренне Отдали-то всю душу, но просто она прожила очень мало, прожила буквально только год После этого мы решили все-таки завести животное из племенного центра, в котором уже занимаются досконально и генетикой, и здоровьем животного Чтобы уже было более надежно и понятно В принципе, это наша небольшая история Ольга, а как Вы начали заниматься харьками? Я долгое время мечтала о каком-либо животном И не знаю почему, это, наверное, где-то на инстинктивном уровне инстинктов Мне очень захотелось завести животное, которое всегда останется веселым, будет добрым И, ну, то животное, которое может быть... Еще меня привлекло то, что они спят 20 часов в сутки Это тоже большой плюс, почему бы и нет Ну, и увидела на сайте города Фреток очень хорошее животное, венечку Ювентуса нашего С таким вот замечательным окрасом Тем более заводчик сказала, что это животное очень подойдет семью с маленькими детьми В связи с тем, что у меня двое детей, из которых младшему два годика И он достаточно хорошо вписался в нашу семью После чего я поняла, что брать все-таки животное у заводчика Это огромный плюс И постоянные консультации днем и ночью Поле всегда выручает меня в этом плане И когда я увидела у Поли такие, что у нее родились такие сладкие мальчики, тайный лес Мне очень захотелось, чтобы у венечки был еще один братик Да Вот леса нашего любимого И они очень-очень тоже любят друг друга Вот Так вот и появились Животные общительные, да Стараются всегда общаться друг с другом Тянутся друг к другу Их рекомендуется заводить по одному или именно в компании? Просто когда он один, он будет именно вам предан Он будет за вами бегать, как собачка Он привыкнет к этому А если их двое, то у них уже эта компания Они могут найти всегда занятия себе сами Поэтому это будут игры друг с другом довольно приличные Поэтому, в принципе, они и одни хорошо уживаются, так и уживаются несколько К тому же, если в семье есть кошечка или собачка То это тоже вполне адекватное животное в плане привыкания к кошкам к собакам Единственное, что если собака охотничьей породы Это большой контроль от самого себя Что надо приучить собаку к дичи Надо сказать, это же все равно для охотничьей собаки Это, естественно, природные инстинкты А с какими животными они не могут жить вместе? То есть, какими они не могут подружиться в силу своих именно каких-то физических проблем? В основном не рекомендуют, конечно, держать вместе хорька и мышек Хорька и крысок Потому что благодаря своим инстинктам Они могут спокойно залезть через прути клетки и повредить животное То же самое может случиться и с попугайчиками Ну, с шиншиллами, с кроликами Это потому что все относится, в принципе, к категории естественного питания и добычи хорька А чем вы кормите своих животных? В принципе, питание... В основном всем советуем кормить сухим кормом, потому что это сбалансированное питание Когда уже все включено, чтобы человеку не пришлось рассчитывать рацион питания каждый раз новый Так как многое зависит от возраста и от принадлежности животного То есть, если оно на разведении, если оно просто под кастрацию То есть, это может быть совершенно разный тип питания Это может быть мясо, это может быть фарш и каша Это может быть сухой корм Причем мясо, оно... Ну, у нас система питания, она называется барф либо раф То есть, там расчет идет, сбалансированное питание Идет мясо курицы, индейки и дайочка И все у нас просчитывается, исходя из возраста животного и из его потребностей То есть, кому-то надо побольше рыбы, кому-то надо поменьше рыбы Поэтому, в основном, мы советуем сухой корм А вот Вы говорите, стерилизация или кастрация То есть, многие ли животные подвергаются этому хирургическому вмешательству? Вообще, вот к хорькам что относится? Стерилизация, кастрация, это обязательно Потому что в ходе вот одомашнивания животного Все хорьки потеряли возможность выходить из стечки санами То есть, если девочка вошла в течку, она из стечки 99% не выйдет И буквально маленькие проценты, что она выйдет из стечки Причем, это грозит очень серьезными проблемами со здоровьем Потому что у них начинается перемена всего гормонального фона И начинается анемия Анемия – это уже малокровие Животное лысеет и погибает уже и от стресса, и от того, что все органы начинают поражаться Поэтому, что советуется для девочек В принципе, они всегда стерилизуются, как началась течка Но если течка началась до 6 месяцев, то им можно поставить еще гормональную луку Мальчиков можно ближе к году кастрировать То есть, у них ничего страшного, они в гоне Если только хозяин, самому запах очень сильный Если совсем невыносимо, тогда советуем идти пораньше Так можно попозже кастрировать Ну и как вариант еще кастрации, есть импланты Импланты импортные, европейские, поэтому у нас их в России мало и стоят они довольно дорого Поэтому в основном все идут просто на кастрацию, обязательно Даже племенные животные после 3 лет племенного использования все равно подлежат кастрации Они страдают ведь от того, что они не могут Во-первых, они многие не могут разродиться Потом не подбирается пара То есть, надо же смотреть на наследственность мамы, наследственность папы Откуда кто пришел, чтобы не было имбридинга, то есть это папа с мамой, папа с сестрой, папа с дочкой Поэтому обязательно все это отслеживается Если не отслеживать, то получаются больные, больные щенки Почему в 2009 году начали заниматься в фирме Очень много было вообще от людей звонков о том, что они покупали животных и животные погибали Либо шли нарушения органов внутренних Животные не доживали даже до года Потому что покупались тоже Ну как, вот именно были получены от вязок непонятно каких А вы вот сейчас боритесь как-то с людьми, которые не состоят в клубе И как бы вяжут животных без документов То есть, часто больные животные, все равно же это существует Ну, как бороться? В принципе, мы просто проводим агитацию Мы говорим людям, которые все-таки решаются вязать свое животное О том, что это грозит большими проблемами Что обязательно проверяйте, контролируйте Стараемся просто помогать Потому что, если человек уже повязал Там уже все равно надо помочь хотя бы щенков принять, если они родятся Поэтому стараемся информационно помогать Если щенки родились, то уже помогаем в выращивании Обязательно направляем на анализы То есть, это уже как наша помощь Мы больше иначе как бороться Людям-то просто не скажут, что нет, не надо Они не слушают Поэтому обязательно идет просто агитация Ну и разговоры о том, что да, так нельзя Надо проверять А есть ли у хоряков какие-то прививки, как кошек-собак? Обязательно ставятся прививки, как щенкам-собак Это на биваку, эурикан Но и обязательно доктора То есть, у нас врачи, которые готовы работать с хоряками в Перми раз, два, три У нас есть клиника Белый Клык Есть клиника Вита Есть городская станция по борьбе с болезнями животных Больше, в принципе, специалистов по хорякам нет Здесь врачи, которые именно получают информацию из Москвы С врачами, которые уже давно работают с хоряками Потому что это экзотическое животное И здоровье у него довольно специфическое И внутренние органы специфические болезни свои Поэтому обязательно нужен врач Который имеет специализацию по хорякам Это также надо при прививках Например, надо суметь вывести животное Из анафилактического шока Что у нас было у Вени Попал он у нас по прививке В такой момент, что его чуть не потеряли Поэтому очень многое зависит от специализации врача И от того, сможет ли он спасти животное, в конце концов А есть ли у хоряков какие-то специфические болезни Которые, которым подлежат только именно хоряки? Нет, здесь таких болезней нет То есть это болезни, в принципе, они такие же, как у кошек и собак Просто лечение и дозировки лекарств у них свои То есть вот в этом и большая особенность То есть то, что дозировка должна быть соответствующая этому животному А таких болезней, которые именно хорякам, нет Такого нет То есть нет никаких там далеких генетических, как опухолей? Нет, 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 нет Какие бы вот... Как называются специалисты, которые работают с хоряками? Не знаю, хорятники, хориманы, как нас называют Хориманы Больше нас никак не называют Харилюгом Ну как еще назвать нас? Заводчики Заводчики Вот у хоряков... Ну вот я слышала, что есть выставки, как у нас в Перми Также была выставка в Екатеринбурге, на которой я, собственно, была... Скорее всего, я вас там и видела А вы могли бы вот рассказать, если там выставочные ваши деятельности, как выставки в Перми А выставки у нас проходят обязательно, потому что клуб, он всероссийский И плюс ко всему специалисты у нас на выставку приезжают из-за границы Это Европа, США То есть вот кто к нам приезжает И последняя выставка была в Екатеринбурге в декабре Выставка Зимняя Ника И выставки всегда проводятся у нас совместно с грызунами Совместно с сельхозживотными То есть стараемся с кем-то совмещать Плюс выставки проводятся по всем регионам То есть не только в Екатеринбурге, но также в Питер, Москва, Ростов-на-Дону То есть во всех наших филиалах проводятся выставки На выставках участвуют, в принципе, все животные Без разницы от принадлежности клубу Либо это просто животные с рынка Эксперты их оценивают И, в принципе, вот зарабатываем обычные дипломы Обычные те же самые кубки, медали Выставки стандартные, так же, как у собак То есть у нас есть agility, у нас есть все эти соревнования Обязательно проставляются баллы Там уже на основании баллов выдаются наши дипломы, грамоты Так хорьки поддаются дрессировке Я просто видела, как они бегают от agility У них есть специальные маленькие снаряды На каждой выставке это бывает Наши хорьки поддаются дрессировке благодаря лакомствам В принципе, если захотеть, то можно научить животных очень многому Они могут откликаться на кличку Вот мальчики у нас откликаются Девочки хорошо встают в стойку То есть они встают на задние лапы Они приходят на голос Когда их зовешь, как бы причмокивая На улочке мы хорошо гуляем, на поводочке Как собачки, в принципе Место мы свое знаем Ну, мы знаем свое место Не обязательно каждый хорек будет знать команды То есть есть хорьки, которые спокойно учатся очень быстро Благодаря лакомствам поворачиваться, делать кульбиты Главное, чтобы было что-то вкусненькое под рукой Вкусненьким может оказаться банан, кусочек курочки Либо специальные лакомства, например, пасты Или специальные ликотесы для чистки зубов То есть это им тоже нравится Вы получали какие-то дипломы за участие в Аджилити и так далее? Вот у нас герой Аджилити Лес У него диплом именно за первое место Он занял по Аджилити Самый первый пробежал Скорость у него была очень большая Сейчас поэтому не скажешь Спит мертвецким сорном Ничего ему не надо, он устал На выставке он, да, он самый первый пробежал у нас Аджилити То есть по той выставке, которая была в Екатеринбурге, он занял первое место А много ли хорьков было на выставке? На выставках довольно много хорьков выступает Причем тоже приезжают же с разных регионов Стараемся подготавливать место и в гостиницах, где было, чтобы разместить кого Вообще в выставках участвует порядка ста хорьков точно А какие города более активно принимают участие? Более активное участие? Ну, Санкт-Петербург и Петербург Это у нас Москва, это Екатеринбург Челябинск, Уфа В Уфе тоже проходят отдельные выставки Ростов-на-Дону, Новосибирск То есть вот такие вот крупные города, в которых проходят выставки Пермь делает свои выставки Это уже делает ассоциация любителей фреток То есть это пермский клуб, который сам делает выставки Сам устраивает тоже совместно с кошками Много ли хорьков в нашем городе? Ну, хорьков в городе, в принципе, не так уж и много Если судить по количеству кошек, забавно То, в принципе, хорьков не так уж и много Но лично за город фреток могу сказать, что в Перми и по краю Их порядка сорока То есть их не очень много Довольно малое количество Вот у них разные окрасы То есть много ли вообще окрасов у хорьков? То есть какие у них маркировки бывают? Каких окрасов у нас в городе нет? В принципе, в городе довольно у нас много окрасов Но у нас нет пока дью Точно знаю, что никто не завозил То есть дью это окрас, когда хорек белый, черноглазый И довольно мало всех окрасов, которые касаются отметин В основном в Перми присутствуют стандартные окрасы Это типа титана, типа соболь Кагдара, только с черными лапками То есть это будет соболинный окрас, стандартный окрас Сейчас в Перми довольно развитое количество черных хорьков То есть это black Их довольно много Но это основная масса животных в Перми Это стандартные окрасы А вообще, как таковых окрасов В принципе, у нас есть группа стандартов Есть группа экзотов Экзоты это хорьки с отметинными С белыми лапами, с полосами на голове Либо black Типа black, то есть черные Это экзоты Дью тоже экзоты считаются Стандартные хорьки намного шире распространены Поэтому, ну, они дешевле стоят А вот, например, у них у всех белый подшерсток? То есть у всех хорьков, которые сейчас представлены У них у всех подшерсток белый Нет, подшерсток не белый У нас подшерсток серый То есть у нее подпушь серая А здесь белый? Да, здесь белый слегка желтизной То есть это у нас сталь Ну вот мальчик, который темненький Лес, да, у него там тоже сероватая подпушь Есть хорьки gold То есть почему gold? Потому что именно подпушь у них идет золотистая Именно золотой окрас То есть там подпушь полностью желтая Что случилось? У белых, понятно, что там чисто белые хорьки Что такое? Сейчас задумываю Вот я знаю, что вы встречаетесь у оперного театра И прям вот очень много владельцев Да, вот приносят своих хорьков Гуляют Вот даже недавно была статья Про вас, то есть с фотографиями Да, с хорьками собираются хорятники в выходные Во-первых, это интересно для заводчиков, которые купили животное Это возможность пообщаться с другими Возможность показать свое животное Ну и дать ему набегаться, наиграться Потому что в основном у всех по одному животному Чтобы было какое-то общение Люди стараются выводить их на совместное гуляние Совместное гуляние проходят в вольере Чтобы животные не разбегались Ну еще мы летом иногда устраиваем Вот именно город Фреток вместе с питомниками Устраиваем по весне выезд на природу в лес Там уже без вольеров Мы отпускаем их Они бегают рядом с нами Делаем шашлыки И как бы совместная такая Вместе с заводчиками прогулка Ну и для людей это удобно То, что можно всегда спросить Если есть какие-то вопросы интересующие То люди могут сразу же спросить Это у более опытных заводчиков На совместное гуляние А вот Мне очень интересует вопрос О размере хорьков То есть мальчики, они намного крупнее То есть у них же есть какой-то стандарт размеров Да, для мальчиков всегда Мальчики должны быть крупные Довольно в два раза больше девочек Это идут стандарты по весу И стандарты по длине тела То есть девочки, они должны быть Не менее 36 сантиметров Если они для плевеного разведения То есть это получается считается От носа до хвоста или просто Или корпус только Да, от носа до начала хвоста Девочки должны весить от 800 до 1300 Где-то так грамм Может быть и больше Если девочка довольно крупная И от крупных родителей Вообще к временному разведению Допускаются девочки от килограмма Желательно Ну, бывает и поменьше Есть девочки совсем маленьких размеров Это и 600 грамм, и 400 грамм Ну, это маленькие девочки У которых генетически уже предрасположенность Такая, они крупными никогда не станут Мальчики у нас Ну, в принципе, мальчик От полутора килограмм Это норма От полутора килограмм можно И, ну, три с половиной Полтора-три с половиной Это нормальный лес Вот ты, Оля, давно взвешивались? Давненько, но уже давно Два, наверное Кило девятьсот были Это лес Это щенок, которому полгода Потом кило девятьсот То есть, в принципе Поконник и потрогать Мальчик в водородящий Действительно разница заметна Да, лесик Ну, вот эта вот дочка Фу Сын и мама А, то есть, сын Ого Сын и мама Они общаются Для сомнения Они вылизываются То есть, они помнят друг друга Просто мы часто встречаемся Поэтому они помнят друг друга В принципе, считается, что Щенок хорошо отходит от мамы В два месяца как бы и мама отдыхает И щенок уже спокойно переходит в новую семью То есть, вы раздаете щенков с двух месяцев? Обязательно с двух месяцев Потому что у нас проходит актировка в клубе Приезжает специалист от клуба Который проходил специальное обучение И оценивается щенок На основании чего выдаётся метрика щенка Щенячья карточка В которой идут отметки за пропорции За состояние шерсти И уже по баллам Выдаётся щенок Который идёт на племенное разведение Либо нет Щенок, подходящий для племенного разведения И должен иметь не менее 97 баллов На актировке А много ли животных в Вашей ассоциации Идёт в разведение? Животные идут Очень большой отбор Во-первых, проходят Во-вторых, стараемся заводить Животных из-за границы Чтобы не было имбридинга Поэтому Многое ещё зависит от заводчиков То есть, у нас Племенной центр, конечно, большой Но не так много людей Которые будут этим заниматься Это тщательный подход надо иметь к животному Это большой контроль Большое ответственность за выращивание щеночка Поэтому В принципе, не так уж и много заводчиков Можно сказать, что Всех можно пересчитать по пульсам Мы все в интернете Все мы там Всех нас можно посчитать А сложно ли воспитывать помёд? Я так понимаю, что Именно Вы занимались разведением хорьков Сложно ли содержать беременную самку Принимать роды Нужно ли вмешиваться в роды? Ну, очень важно контролировать То есть, если была вязка То, во-первых, все животные Очень тщательно готовятся к вязке Обязательно сдаются анализы Как будущей мамы, так и папы Обязательно проверяется их здоровье Делается УЗИ Идёт ежегодный у нас контроль здоровья Ежегодные анализы Затем Проходит вязка После которой отчитывается определенное время Когда должны наступить роды В течение всего этого времени Ведется забалансированное питание Чтобы получали все витамины животные Ведется контроль беременности То есть, растет животик у нас Не растет животик Есть там кто-то, нет там кого-то Делается УЗИ на последних днях Если Щенки не рожают Сюда делается УЗИ Ну и сами роды проходят У некоторых самых довольно тяжело Поэтому надо иметь рядом всегда Врача-хирурга Хорошего Надо самому подготовиться То есть, это ты должен понимать Что роды могут идти довольно долго И девочку придется поддержать Это специальные препараты Которые мы смотрим Изучаем дозировки Сколько надо Сколько поставить Сколько не поставить Ну и потом, конечно Щенки до двух месяцев Требуются тебе очень много внимания Это кормление Не менее там восьми раз в день В самом начале Когда они начинают кушать Крикер То есть, мы стараемся Их подкармливать уже сами Поэтому питание Более часто становится И надо подготовиться к тому Что у самки может быть Не быть молока Поэтому, если нету Другой кормящей самки Очень часто щенки умирают Потому что Скармливание искусственное Возможно только уже Ну, желательно Через хотя бы Через 28 дней после рода До этого Очень тяжело Спасти щенка Без другой самки И далее А вот, например Как у вас живут хорики? То есть, они живут в клетках Или у них есть Какие-то специальные места Бегают ли они по дому Как часто? Ну, у нас содержание Полувольное Мы ночью спим всегда В клетке Потому что иначе Это бессонница Обеспеченная Потому что мы залезем Под одеяло Мы разбудим Мы оближем Поцелуем И волосы все Причешем А днем, конечно Пожалуйста Все открыто У нас все В свободном доступе Потому что все Поднято повыше Все резиновые предметы Ничего у нас Резинового на полу нет Потому что с резиной У нас очень большие проблемы Это может быть скучно Вот здесь есть пример Губки Для мытья посуды Очень интересная вещь Которую мы тоже готовы съесть Цветы домашние Цветы покопать Поэтому Вот у меня До появления хорьков Было очень много цветов На подоконнике Они у меня были везде С появлением первого хорька Я поняла Что цветы и хорек Это несовместимо Пришлось все цветы Из дома выгонять Экстренно Как далеко бы Вы их не поставили Да Потому что цветы Будут всегда достаны Это легко достается Потому что хорек Если у него С первого раза не получилось Он будет пытаться Он будет месяц пытаться Он все равно сделает это То есть если животное Изначально не поднималось По батарее на подоконник Оно научится И оно поднимется Даже по горячей батарее Как вы считаете Как хорьки относятся К детям К маленьким детям Или к детям Уже постарше Можно ли заводить Хорька При наличии У тебя Маленького ребенка То есть например До года Ну вот это вот Можно адресовать Кольге Григорьевне Потому что у нее Именно опыт содержания Животных Совместно с маленькими детьми Вообще мое мнение Очень многое зависит От характера животного И от того Как оно было Еще с щенячьего возраста Как оно ведет себя По отношению к людям Потому что Характер у всех разный И бывает что Щенок с первого дня Он показывает Что не воспитаешь его Как его не воспитывать Он все равно будет покусывать Поэтому Оля сейчас расскажет На примере своих Как оно Мои дети Они не кусались Ни те Ни другие И Веня Достаточно быстро Пошел на руки И лес Вообще В особенности Он у нас такой Лоскуши Облизуши И всегда Но конечно С маленького ребенка дома Надо понимать Ответственность того Что ты смотришь И за тем И за другим В любом случае Что маленький ребенок Также может Быть опасен Для маленького Такого животного Потому что Ведь Они прячутся И под одеяльники И под одеялом И могут залезть Под покрывало И ребенок Нечаянно может прыгнуть Животное достаточно хрупкое Поэтому надо Конечно Следить Я вообще считаю Что Человек Который Ну подробно изучает Животное Заводит Он понимает Какая ложится На него ответственность Тогда Когда у тебя Маленькие дети И животное Ну давайте Еще пожелаем Пару слов Начинающему владельцу Харьков Какое-нибудь Напутствие Напутствие У меня всегда одно Получайте больше информации От заводчиков Которые имеют Какой-то опыт Уже Содержания Таких животных Не берите Никогда Животное Не обдуманно Просто так Верить интернету Не надо Потому что В интернете Пишут много Могут написать Что можно кормить колбасой Все понимают Что это Ненормальное Питание Для животного То есть Обязательно Получаем Подробную информацию От заводчиков Которые имеют Большой опыт Содержания Животных Обращайтесь В вашу ассоциацию Да Пожалуйста Обращайтесь Мы всегда на связи Мы есть в интернете Забиваем город Предок И все выходит В поисковиках Спасибо большое За участие Смотрите нас По четвергам По 4 часа С разными Замечательными животными До свидания До свидания